Аплодисменты Я хочу с тобой поговорить Ты можешь остаться? Ну, только недолго, хорошо? Хорошо Мне Саша говорил про Про эту затею с садиком Какую затею? Что Элли должен идти в русскоговорящий Элитный садик И я вот пытаюсь понять Что? Зачем ты это делаешь? Я? Мария, ну кто же еще? Саша говорит просто твоими словами, постоянно Ты пытался записать его в прошлом году в этот садик? Ты опять начинаешь? Ну, а что в этом садике плохого? А что в нем хорошего? Что? Ну, хотя бы то, что дети там читают книги Они носятся, как угорелые целый день Он не носится, как угорелые Он играет с израильтянами Он общается на иврите Понимаешь? Он не должен слушать Пушкина целый день Как в русском гетто Гетто? Между прочим, Пушкина Перевей на все языки мира Если ты, конечно, об этом знаешь Я знаю об этом Но ты понимаешь, что мы живем в Израиле, а не в Ростове-на-Дону А чем тебе плохо Ростов? Замечательный культурный город Гораздо Культурнее Тель-Авива, между прочим А если ты хочешь, чтобы Илюша вырос нормальным человеком И жил в Израиле Он все равно не должен превращаться в обезьяну сумасшедшую Какую обезьяну? Как он превратится в обезьяну? Он превратится в израильтянина Он будет чувствовать тебя израильтянином в Израиле А не туристом, как его бабушка Понятно И Саша Мой Муж твой, кстати, тоже турист Он ведь тоже Пушкина читал Йофи, молодец Конечно, молодец И школу он закончил с золотой медалью Всегда был самым лучшим Пока с тобой не связался Связался? Да Со мной? Ну, расскажи мне, а что произошло с Сашей, когда он со мной связался? А? Что? Что? Да Что произошло? Ну, просто он стал таким, как ты Это каким? Ну, вот таким Ну, давай, Мариночка, говори, не стесняйся, какая я Ну, какая? Какая? Да никакая, вот и все Никакая Ладно, Марин, ты лучше иди, пока мы детей не разбудили Угу, и детей ты тянешь с собой в болото Марин, я тебя прошу, иди, пожалуйста, я устала, иди Я тебя превратила Он же мечется, как ненормальный Не смейте говорить о моего сына У него кроме мультика, в телевизор он все время смотрит Ой, господи И говорит он, как будто орет, как дикарь какой-то Да сама ты дикарка, ты ходишь как павлин здесь носом в потолок Ты даже двух слов на еврите сказать не можешь Не смей со мной так разговаривать А я посмею, это их страна, это мои дети А если для тебя здесь болото с обезьяном, так вали отсюда И нет у тебя места ни в стране, ни в моем доме Понятно? Понятно Не знала я, что Саша так повезет с тобой Ну и ладно Знаешь что, я больше никогда сюда не приду Не волнуйся, не приду И сидеть ты будешь с детьми сама целыми днями Хотя лучше бы ты не сидела Лучше бы бебис-ситра наняли Потому что дети ни в чем не виноваты, что у них мать такая Ринаи Добрый вечер, всем привет Как быть в ситуации, когда один из членов семьи считает, что ребенка нужно воспитывать в русскоязычном детском саду А другой считает, что его нужно воспитывать обязательно в евритоязычном, обычном израильском детском саду Здесь на красных стульях те, кто поддерживает русскоязычные детские сады А на синих стульях те, кто считает, что ребенка нужно воспитывать в евритоязычном детском саду Вы все видели, что произошло Давайте поймем, кто прав, кто виноват, как быть Что вы вообще думаете по этому поводу Итак, мы начинаем первый круг Пожалуйста Я, конечно, в полном шоке Потому что в моей семье все были воспитаны так Что сказала бабушка, мама, закон Это для меня просто вообще было невыносимо Я готова была встать и просто вот так вот ее потрясти, эту Олю Ну, это ее дети, она может их воспитать так, как она хочет Как она считает нужным Если она их воспитает вот так, то ее ждет та же ситуация Вот А русские садики дают полную гарантию, что она их так не воспитает? Русские садики держат детей в рамках А русскоязычные садики – это изоляция Они, конечно, должны воспитываться в израильской среде, в ивритской среде Секунду, но из того, что мы видели, что уже бабушка сопротивляется тому, что происходит с ребенком Она говорит, что он плохо ведет себя То есть она считает, что это неприемлемо Сейчас она хочет дать ему что-то лучшее Но не согласны с этим, потому что ребенок находится в определенном состоянии Так что нужно взять его сейчас в новое место, что-то изменить Ну, я вообще не считаю, что садик русский – это какие-то рамки Что это как-то закрывает ребенка Это не то, чтобы закрывает Это дает поддержку тому, что он получает дома Если мы говорим о том, что дома он в окружении этой культуры, языка То ему нужно какое-то время, первые годы жизни В продолжении того, что он видит дома Видеть это и в садике Тогда оно как-то может у него закрепиться Иначе он запутается Он запутается на самом деле 90% языка человек изучает до 5 лет То есть вы своего ребенка ставите в условия, когда родной язык у него будет русский Мы живем в Израиле, родной язык у ваших детей, если они учатся в русскоязычном садике, будет русский Это то, что вы хотите? Я вынужден прервать вас Я хочу обратиться к нашим актрисам Света, Маше, вам стало что-то понятно, как действовать дальше? Честно говоря, я даже не знаю, в какую сторону можно вырулить Да, такое ощущение, что все правы, а что делать, не знаю Я хочу обратиться к залу и спросить Вы пришли сюда с определенным мнением Тут были высказаны на самом деле очень сильные аргументы, как подчеркнули наши актрисы И в пользу ивретоязычных садов, и в пользу русскоязычных садов Это как-то изменило вашу позицию? Может быть, ее, наоборот, укрепило, усилило или полностью поменяло? Кто хочет высказаться по этому поводу? Да Больше всего дети будут страдать не от того, на каком языке их будут обучать, а от того, что в семье есть такие отношения Да, еще, пожалуйста У меня третий ребенок подрастает И с первыми двумя детьми, действительно, они первые три года были в русскоязычных садиках Оба разговаривали по-русски И оба имеют отличные отношения с бабушками и дедушками Но проблема, с которой я потом столкнулась, это проблема, которая началась в первом классе В первом классе они пришли в школу, и они оба отстают У обоих есть проблемы и с ивритом, и с чтением И вот уже они в третьем, четвертом классе, и до сих пор я как-то не могу расхлебать вот этой вот отсталости Я могу сказать, что я в Израиле шести лет При этом у меня есть дочка, которой четыре года, она ходит сейчас в садик Она ходит в вредоговорящий садик Но если бы рядом с моим домом был русскоговорящий садик, я бы, скорее всего, ее отправила туда Чем больше языков есть у ребенка, чем больше культуры есть у ребенка, разносторонностей каких-то Тем богаче мир ребенка, и это очень-очень хорошо, на мой взгляд При всем при этом, мне кажется, в данной ситуации там, как сказал до этого молодой человек Я очень поддерживаю его мнение, что в конце концов для ребенка не важно, в какой садик ходить И не настолько это критично важно, сколько какие отношения в семье И в какой атмосфере он растет И с этой позиции вообще начинать с ней любой разговор Я хочу перейти ко второму кругу Только для этого я хочу, чтобы мы вобрали в себя максимум вот этой вот поддержки Вот это вот мнение по поводу взаимоотношений Может быть, в этом мы найдем что-то общее Для того, чтобы это сделать, внесем некие правила Во-первых, давайте при обсуждении не будем все-таки критиковать друг друга Будем искать нечто общее Будем говорить в не больше минуты Во-вторых, я попрошу нашего саундмена отключить микрофоны Будем пользоваться только одним вот этим вот микрофоном Это нам поможет в том, что только тот, кто его держит, может говорить, а нам придется слушать Я вам напоминаю, нам нужно понять, что произойдет дальше Итак, начинаем Я тоже проникся вот этой проблемой взаимоотношений Неужели так сложно договориться? Неужели сложно взвесить все логические доводы, которые, наверное, есть у каждого И найти что-то общее? Я думаю, что компромисс искать придется молодым Я не вижу другого варианта Вот если надо выстроить дальнейший сюжет То свекровь действительно не придет Да и кто бы на ее месте пришел после такой сцены Да Я в первую очередь за культуру Даже не столько за русский язык или русскую традицию Я за уважение к старшим И за уважительное отношение между людьми И я не увидела этого уважительного отношения в израильском обществе между израильтянами И вот это вот меня больше всего на самом деле гложет Я предлагаю все-таки и свекровью тоже как-то вести себя более интеллигентно И показывать русскую культуру с хорошей стороны А не просто навязывать Пушкина, который, может быть, уже даже не актуален в наши дни Согласно тому, что я видел, уже это тяжело И есть этому высокая цена Бабушка уже завтра не придет То есть ребенок теряет бабушку И бабушка, как я понял, дала прекрасное воспитание своему сыну У нее преуспевающий сын, интеллигентный, умный И согласно тому, что мы видели, он выбрал супругу, такую достаточно горячую И она дает то, что бабушка не очень-то понимает Я думаю, что это должно решиться определенным образом Может быть, мама может взять отпуск на работе день-два Побыть вместе с бабушкой Сесть вместе с детьми и с бабушкой Поучить их читать по-русски Говорить с ними по-русски И дать детям пример, насколько это важно маме И тогда мама и бабушка, они идут в одном направлении И тогда наверняка эта бабушка успокоит А кроме того, можно найти какой-нибудь хороший кружок Есть прекрасные кружки Здесь, по всей вероятности, просто не хватает Вот какой-то уважительности, почитания в отношении к бабушке Если в семье поднимут значимость бабушки То ей этого будет вполне достаточно Ее внуки будут просто самыми воспитанными и самыми хорошими Я думаю, что если Оля на секунду подумает, она поймет, что ей тоже очень важно И русский язык, и воспитание своих детей И значимость бабушки То есть, что ребенок ничего не потеряет, а только очень много выиграет Если он будет разговаривать с бабушкой на этом языке И овладеет им почти в совершенстве или в совершенстве как родным языком Спасибо Значит, проявить больше уважения и значимости к бабушке Было предложение более конкретное, чтобы говорили по-русски с бабушкой И также русский кружок дополнительного воспитания какого-то Как это происходит, по-вашему? Ну, я, наверное, прихожу к Марине Пожалуйста Итак, мы попробуем Мы поменяем эту квартиру Превратим ее в квартиру Вот такую симпатичную Очень похожую, но иную квартиру Квартиру Марины на этот раз, свекрови И, наверное, под ваши аплодисменты Привет Проходи Марин, я пришла в первую очередь извиниться Ну, я не знаю, почему я тебе это все наговорила Я тоже прошу у тебя прощения Я совсем не хотела нападать на Израиль Я люблю Израиль И на культуру Но просто я очень хочу, чтобы внуки мои были счастливы И чтобы они росли культурными, воспитанными детьми Знаешь, мы говорили с Сашей вчера Я тебе сказала, что мы не спали полночи И разговаривали Он очень... Мы решили, что... Мы запишем Эли В русскоговорящий садик? Нет Смотри, мы решили... Послушай, мы решили такую идеальную... Мне кажется, просто идеальную вещь Мы решили записать Эли На кружок русского языка Я сегодня утром... Ну, я так не могла идти на работу Потому что мне надо было решить, что я делаю с детьми Так я просидела в интернете Там есть очень-очень хорошие преподаватели Преподаватели, которые не просто знают русский язык Он преподает как бы... Ну, настоящие преподаватели Которые преподают и грамматику, там, чтение Все-все-все-все-все Плюс к этому... Там написано, что можно на 4 дня записаться в неделю Даже на 5 дней Ну, ведь в садике в русском там тоже каждый день... Ну, не, ну, смотри Там преподаватель, она с ними индивидуально работает И еще плюс к этому кружку Ты будешь говорить с ними на русском постоянно Я даже буду требовать от них, чтобы ты говорила на русском Да Я просто в садик уже вложила чеки В русскоговорящий Поэтому... Какие чеки? Ну, это не важно Я их просто заберу и... Подожди, ты хочешь сказать, что ты записала Элли в садик? За моей спиной дала деньги? Нужно было за год заплатить, поэтому я... Ну, ты не волнуйся, все будет хорошо Подожди, а Саша об этом знает? Саша знает об этом? Ну, вообще-то я ему сказала, но он, наверное... Ну, значит, он не захотел... Прости меня, пожалуйста Я заберу эти чеки и все, что останется, я хочу, чтобы вы поехали в отпуск Правда... Ну, так сложилось, но прости меня, я ошибку сделала Марин... Я же не знала, что мы придем к такому замечательному решению Ах, Господи... Ну, прости меня, пожалуйста Да ладно, ну мы же помирились... Что, опять мы начали... Заберу все чеки, вы поедете отдыхать Мы поедем отдыхать Я... Ты... Я... Спасибо нашим актрисам, Свете Демидовой Спасибо Маше Резник Спасибо за прекрасное осуществление решения нашего круглого стола Спасибо круглому столу Спасибо нашим зрителям в зале Спасибо нашим телезрителям Будьте с нами Следите за объявлениями по поводу следующих передач На сайте открытого телеканала Выбирайте темы Регистрируйтесь И будем вместе решать, как быть До новых встреч!